Это все неизвестность, мы не знаем. Когда твой близкий человек болеет, неизвестность пугает и выматывает. Тамара Хворова и ее семья испытали все это на себе. После госпитализации в отделении пульмонологии, отец девушки получил положительный тест на ковид. Его должны были перевести в инфекционное отделение. Однако там родственникам сообщили, в списках не значится. Пратт Тамары отправился на поиски. Мы не знаем, то ли ему подсказал кто-то в морг пойти, то ли он сам как-то додумался, раз ни в ковидном отделении папы нет, не в пульмонологии, он пошел в морг, а в морге уже висит в списках наш папа. Вот. И получается, мы 27-го, конечно, брат сразу позвонил. То есть нам никто с больницы не звонил. То есть мы не знали, что уже, как оказывается, сутки у нас папа умер. Семья Тамары не единственная, кто столкнулся с такой ситуацией. Мама Натальи Трушниковой попала в больницу с грыжей. После третьей операции Наталья звонила на медицинский пост и в ординаторскую. Информацию получала сухую, говорит, натыкалась на грубость и хамство. Слышишь, в трубку, да? Это кто? Это которая там толстая, что ли? Это что ли? Тяжелое состояние, бросая трубку. В итоге приходилось не раз связываться напрямую с заведующим отделением. В день смерти мамы, еще не зная самого страшного, Наталья вновь набрала доктора. Он сообщил ей, что сегодня пациентку попробуют покормить. Значит, есть прогресс, решила женщина. И на душе у нее стало чуть-чуть легче. Однако вечером у Натальи было плохое предчувствие. Только Бога молила, Господи, хоть бы все было хорошо. И он мне в трубку говорит, примите мои соболезнования. Я говорю, как? Какие соболезнования? Вы же мне сказали, что вот так и так. Он говорит, ваша мама умерла. Я помню, я так закричала в трубку ему туда. После выяснилось, что мама Натальи скончалась еще утром, до первого разговора с врачом. Мы сделали официальный запрос в краевую больницу имени Вагнера, чтобы узнать, кто и в какие сроки должен сообщать родственникам о факте смерти их близких. И вот какой ответ получили. О смерти пациента родственникам сообщает психолог краевой больницы имени Вагнера в зависимости от времени смерти. В день смерти, либо на следующий день после смерти пациента. Коротко и ясно. И вроде бы ничего не противоречит этим сухим фактам. Кроме, пожалуй, одного – самой нормы внутреннего устава. Спустя сутки сообщить о смерти выходит законно. А вот по-человечески ли – большой вопрос. Ольга Распономарева, Владимир Покровский, Кирилл Яранцев. Наши новости.